Всем привет! Вы на канале Вышивка Плюс. И сегодня у нас второй урок для начинающих вышивальщиц. Мы сегодня с вами рассмотрим, как подготовить вышивку непосредственно к началу. И покажу я вам на примере вот такого набора от Чудесной иглы. В первом видео я рекомендовала вам купить наборы от Чудесной иглы или наборы Алиса. Потому что я считаю, что для начинающих вышивальщиц здесь очень простая схема и простой ключ. Конечно же есть другие прекрасные наборы, но они немножечко отличаются. Либо схема черно-белая, либо ключ другой, допустим, в китайских наборах, в наборах Dimensions. Там совершенно другой ключ. Если вы сейчас поймете принцип, как вышивать по ключу, то вы сможете уже потом вышивать любые другие наборы других фирм-производителей. Но проще мне будет вам объяснить на примере Чудесной иглы. Из чего состоит набор? Это схема игла, канва и нитки. В общем, все, что нужно вам для начала работы. Конечно же, вы можете покупать все это отдельно. Но если вы беретесь вышивать первый раз, я вам рекомендую набор. Для того, чтобы не заморачиваться, какая вам нужна канва, какой нужен размер иглы. Дело в том, что канва существует разная. Размер ячейки канвы отличается. Это называется каунт канвы. Как правило, в наборах используется канва 14-го каунта. Но также есть 16-го и 18-го. А также 10-го. 10-й это крупный каунт, 18-й это мелкий. Я не буду сейчас вам говорить еще другие нюансы. Я вам сейчас расскажу то, что встречается чаще всего в наборах. Конечно же, есть еще не только канва. Есть еще ткань равномерного переплетения, на которой можно вышивать также гобеленовая сетка. Но начинать все-таки рекомендую я вам с обычной канвы. Канва бывает разного цвета. Белая, молочная, черная. Для начала, конечно же, лучше взять светлую канву, поскольку на черной вышивать сложнее. Там нужно хорошее освещение. Если освещение у вас хорошее, вы, конечно же, можете вышивать на черной, но все-таки это сложнее. В наборах, которые я вам рекомендую, используются нитки гамма. В других наборах могут быть нитки разных фирм-производителей. Если вы сомневаетесь в своем наборе, то начинать вышивать вы должны со светлых нитей. Это на тот случай, если темные нити линяют, значит, нужно сначала вышивать белыми, а потом темными для того, чтобы белые нитки не испачкать краской. Также могут быть в наборе дополнительные нити. Это если много у нас их используется в наборе. Основное, что мы рассмотрим сегодня, это чтение схемы и как правильно разлиновать канву. Вот такая у нас огромная схема. Схемы бывают разные. Цветные, символьные и цветосимвольные. Цветная схема – это когда квадратики раскрашены разным цветом. Символы – это когда нет цвета. Схема черно-белая и только символы показаны. Вот эта вот схема – цветосимвольная. Здесь и цвет, и символы. Я считаю, что вот эти схемы, они самые удобные для начинающих. От них меньше всего устают глаза. А также бумага очень хорошая. Она не глянцевая, поскольку по глянцевым схемам вышивать немного сложнее. Конечно же, вышивать можно по любой схеме, на любой ткани, любыми нитками. Но для первой своей вышивки проще всего использовать именно эти наборы, которые я вам рекомендую. В каждой схеме прилагается ключ. Что такое ключ? Обратите внимание на планшетки. Очень удобная комплектация в этих наборах. Вы видите номера. 1, 2, 3, 4 и в общем так далее. Вот в этом наборе у меня используется 40 цветов. Каждому номеру соответствует свой символ. Вот так выглядит ключ к схеме. И мы с вами видим. Вот это указаны номера ниток. 1, 2, 3, 4 и так далее. И каждому цвету соответствует свой символ. Вот, допустим, третий номер. Мы с вами будем брать нить третьего номера. Это вот такой лимонный цвет. И ищем этот значок на схеме. Дальше я вам покажу, как разметить канву и откуда начинать вышивку. А сейчас пока обратите внимание. Вот здесь вот все символы размещены в квадратиках. В каждом, каждый квадратик 10 на 10. То есть здесь у нас 100 символов. Это во всех схемах одинаково. Это сделано для удобства. Вот такая большая схема идет в данном наборе. Размер, потому что картины 30 на 40. И очень жаль, что производители не ставят номера. Иногда в некоторых наборах есть номера, но они расположены вот здесь, между клеточками. Мне это неудобно, но и большинству вышивальщиц это неудобно. Поэтому мы должны пронумеровать квадраты. Начинаем нумеровать с левого нижнего угла. Один, два, три, четыре, пять и так далее. Пронумеровали слева направо. И теперь будем нумеровать с этой стороны. Сверху вниз. Даже если первый у нас квадратик неполный, здесь у нас 8 клеточек, он все равно у нас будет под номером 1. Даже если здесь 2-3 клеточки, все равно это будет первый квадрат. Три, четыре, пять. Точно так же нижний. Если даже у нас здесь 2-3 квадратика, все равно это у нас 18 квадрат. У нас получилось 18 квадратов на 22. Теперь всю эту сетку мы должны будем перенести на канву. Практически все начинающие вышивальщицы задают вопрос, есть ли изнанка у канвы. Конечно, если вы будете вышивать на любой стороне, у вас одинаково получатся ровные крестики. Но все же изнанка у канвы существует. Если мы очень близко посмотрим, то мы с вами увидим, что на одной стороне ниточки переплетения как выпуклые в серединке, а обратная сторона очень-очень гладкая, плоская. Конечно же, можно вышивать и на этой стороне, но сами подумайте, если мы будем вышивать на лицевой стороне, то крестики будут выглядеть более объемно, как раз из-за того, что серединка немножечко выпуклая. Конечно же, это не будет так сильно заметно, но когда вышивальщицы заканчивают свою картину, они восхищаются, если вышивка смотрится объемно. И этот объем все-таки можно хотя бы чуть-чуть увеличить как раз тем, что мы будем вышивать на лицевой стороне. Мне, во всяком случае, удобнее разлиновывать канву с лицевой стороны, поскольку когда карандаш попадает вот в эту серединочку между переплетением, получается разметка у меня ровнее. Никогда не размечайте канву простым карандашом. Это самая большая ошибка всех начинающих вышивальщиц. Можно взять цветную нитку, разметить ниткой, но это, конечно, очень долгий процесс. Я использую вот такой вот маркер водорастворимый. Он продается сейчас во всех магазинах. Некоторые вышивальщицы утверждают, что маркер не отмывается. Все прекрасно смывается, если вы будете смывать водой комнатной температуры. Реакцию карандаш дает только если вы сразу замачиваете свою работу в горячей воде. У меня ни разу еще не было, чтобы маркер не отмылся. Если даже останутся кое-где небольшие желтые пятна, можно замочить работу ванишем, и все прекрасно отстирается. И сейчас я хочу еще обратить ваше внимание на ключ. Перед тем, как начинать работу, вы должны полностью прочитать все листочки-вкладыши, которые вложены в наборы. Иногда бывают ошибки в схемах на дополнительных листочках. Производитель указывает, на что нужно обратить внимание. А также всегда есть инструкция, как вышивать, как сделать первые крестики, как закрепить нить. Всегда есть вкладыш в наборе. Поэтому очень подробно я объяснять не буду. Как начать вышивать, это у нас будет следующий урок. Пока мы с вами разберем сейчас вот этот вот ключ. Обратите внимание, что здесь существует у нас три колонки. Первая колонка у нас показывает крест в две нити. Вторая колонка крест в одну нить и полукрест в две нити. Если мы внимательно посмотрим на нитки, вот этот пучок из шести нитей называется пасма. В этой пасме у нас шесть ниточек. Именно поэтому на схеме указано две шестые. Шесть это количество ниток в пасме. И указано, сколько ниточек мы должны вытащить. Дело в том, что когда я первый раз взяла в руки эти нитки, у меня возник вопрос. Все пасмы вышивать или вытащить ниточку? И мне сейчас очень часто начинающие вышивальщицы задают этот вопрос. Конечно же, нужно вытащить одну ниточку из этой пасмы. И вот обратите внимание, вот этот крестик одна шестая вышивается в одну нить, а этот крест две шестые вышивать нужно в две нити. То есть нитку нужно сложить вдвое. Либо вытащить две нитки из пасмы и вдеть их в иглу. Обратите внимание на полукрест. Вы видите, здесь у нас идет наклон вправо. Иногда бывает наклон влево. Вы внимательно должны посмотреть схему. И так, как нарисовано в схеме, начать вышивать. Обратите внимание, как вышивается крестик. Сначала идет один полукрест нижний, а потом сверху идет второй полукрест. А вот этот полукрестик, он вышивается так же, как верхняя ниточка в кресте. Все крестики у нас должны быть в одном и том же направлении. То есть не должны у нас они располагаться вправо-влево. Все крестики должны быть абсолютно одинаковые. И полукрест должен вышиваться по направлению верхнего стежка. В наборах Dimensions вот этот полукрест вышивается в обратную сторону по расположению нижнего стежка. Но для этого вы должны очень внимательно посмотреть на схему. Здесь все показано, все нарисовано. Вот, допустим, если мы возьмем белый цвет. Белый цвет у нас используется крест в две нитки и полукрест в две нитки. Также может быть полукрест в одну нить. Здесь будет написано одна шестая. Вот даже нарисовано в две нити и в одну нить. Вот пасма нарисована и сколько нужно взять ниточек. Также здесь написано, как крест и полукрест вышивается. Дальше мы видим. Окантовочный стежок выполняется методом назад иголка. Этот метод назад иголка по-другому еще называют бэкстичкой. Также в этом наборе используется выкладная нить. Выкладная нить это когда мы накладываем ниточку поверх работы. И второй иголкой, второй ниточкой делаем закрепки через небольшое расстояние. Комбинированные цвета. По-другому их называют бленды. Бленды это смешанные или комбинированные цвета. Здесь у нас используются два разных цвета. Допустим, здесь у нас выполняется крест в две нити. И используется одна нитка номер один и вторая нитка номер два. Складываются вместе и вышивается крестик. И точно так же полукрест в две нити. Вот это основные стежки, которые используются в большинстве наборов. Крест, полукрест, бэкстич и выкладная нить. Также еще есть и французские узелки, и гобеленовый стежок. Но я думаю, начинать с этих стежков будет сложновато. Мы будем для начала рассматривать самые простые наборы. А дальше уже, конечно же, будем изучать, что посложнее. Вот эти полосочки разного цвета. Это как раз у нас бэкстич или выкладная нить. Все здесь обозначено на схеме. Конечно же, здесь в большом наборе схема посложнее и ключ намного больше. Если вы возьмете попроще наборчик маленький, то там будет у нас все более просто и понятно. Но я взяла вот этот набор как раз для того, чтобы вам показать и объяснить, что такое бэкстич, что такое полукрест. Потому что в совсем маленьких наборах там может быть только вышивка крестом. Никакого бэкстича, никакой выкладной нити. И точно так же нет у нас полукреста в простеньких наборах. И сейчас мы с вами приступим к разметке канвы. Вы можете не переносить всю эту сетку, все квадратики, вот на эту вот канву. А можно, конечно же, вышивать без разметки. Я когда первоначально начинала вышивать, я вообще не знала, что канву можно размечать. Но если вы не хотите делать разметку, вы обязательно должны пометить центр работы. Даже опытные вышивальщицы, если вы посмотрите видео, очень часто ошибаются. В чем же ошибка? Начинают вышивать с какого-нибудь одного угла. И потом получается, что у них работа либо не умещается, либо остается буквально 2-3 сантиметра. Если останется у нас 2-3 сантиметра, то оформить такую работу очень сложно в багетной мастерской. Самостоятельно еще сложнее оформлять. Поэтому, если даже вы не хотите рисовать сетку, то вы обязательно помечаете центр канвы. Здесь у нас в этом наборе идет полная зашивка. Если ваше средство позволяет, вы можете купить дополнительно канву с разметкой. Сейчас продают очень хорошую канву, и там уже идет разметка леской. После того, как вы вышите всю работу, вы эту леску вытаскиваете, и ничего вам отмывать не нужно. Но я не покупаю дополнительно канву. Я использую ту, что идет в наборах. И поэтому я буду размечать ее маркером. Я не люблю размечать нитками. Это очень долгий длительный процесс. Как же быстро разлиновать канву? Когда я только начала вышивать, я считала все квадратики. Это было настолько утомительно, но я не знала, что есть способы намного проще. Есть линейки для разметки канвы. Но эти линейки китайские, и я обратила внимание, что они не совсем совпадают со всем типом канвы. Иногда немножко отличаются. Поэтому самый надежный способ – это разметить канву циркулем. Вот такой у меня циркуль с двумя иголочками. Это чертежный циркуль. И сейчас мы им будем размечать канву. Точно так же будем отчитывать от середины. Нам нужно отсчитать 10 клеточек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ставим отметку. Теперь берем циркуль и измеряем расстояние. Я слышала от одной вышивальщицы, что она не доверяет циркулю, она все клеточки пересчитывает. Вот этим циркулем чертежники делают такие сложные схемы. Буквально до миллиметра все высчитывают. Все прекрасно совпадает. Замеряем расстояние. И теперь дальше. Вот от этой дырочки до следующей. И так далее. Но будьте внимательны. Будьте внимательны, канву нужно погладить. Иногда вот это место сгиба может вас сбить со счета. Бывает, что размер будет не совпадать именно потому, что канва не отглажена. Но ни в коем случае не гладьте канву, когда вы уже поставили разметку карандашом. Гладить можно только чистую канву. Вот мы с вами видим вот такой треугольничек. Такие треугольнички у нас есть на всех четырех сторонах схемы. И они означают центр. На пересечении как раз будет у нас центральная точка. А вот здесь у нас мы видим квадратик расположен точно между 11 и 12 квадратом. А вот эта точка слева, она чуть на один квадратик смещена. В принципе, один квадратик нам никакой ошибки не даст. Но я не всегда понимаю, зачем производитель путает начинающих вышивальщиц и ставит пересечение центра на одну клеточку смещая. Можно было, конечно, указать центр между 9 и 10 квадратом. Получается, что центр у нас не вот здесь в центральной точке, а на одну клеточку повыше. Так, отсчитываем одну клеточку вниз и 9 клеточек вверх. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Точно так же полоску. Теперь мы с вами чертим горизонтальные полосы. Здесь у нас идет, здесь у нас идет как раз по квадратику. Теперь отсчитываем 10 квадратов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Вот у нас получился с вами квадрат, а вот здесь у нас будет центр. Это центральная точка. Вот обратите внимание, что в этом наборе центральная точка находится на одну клеточку выше вот этого пересечения. Удобнее, конечно, было бы, если бы центр у нас помечался конкретно вот в этой точке пересечения основных линий. Но иногда в наборах бывает эта точка может находиться в центре квадрата или где-то сбоку. Замеряю, откладываю нужное расстояние и ставлю разметку. Поскольку канва не всегда бывает равномерной, и расстояние, которое у нас вот так идет по вертикали, не всегда может совпасть с тем расстоянием, которое у нас идет по горизонтали. Поэтому отсчитываем раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ставим метку. Замеряем. Как видим, канва гамма у нас равномерная, точно такое же расстояние. И дальше начинаем размечать канву. Вот так я перенесла всю разметку на канву. И обратите внимание, это очень важно, что у нас правый нижний квадрат, здесь у нас не десять квадратиков по горизонтали, а девять. А вниз у нас пять клеточек. Последний двадцать второй квадрат у нас не полный. Вот, это очень важно. Вот он у нас последний квадрат. И вышивка у нас будет начинаться вот отсюда. То есть вниз пять квадратиков и по горизонтали девять квадратиков. Вот из этой точки будет начинаться у нас вышивка. Главное не ошибиться. Ну, а как мы будем вышивать, я покажу вам в следующем своем уроке. На этом я прощаюсь. С вами была Инесса. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok